Итак, Buick Lacrosse. Buick занимает в линейке GM среднее положение между бюджетным Chevrolet и Luxury Cadillac, то есть это премиум класс. Вот так вот он выглядит, такой плотно сбитый, крепко стоящий на земле, такой в меру упитанный, лоснящийся, как и положено премиум классу. Дизайн мне лично нравится, он ни на что не похож, такой особенный, хоть и не без странностей или косяков. Ну, эта машина в средней комплектации. Если кому интересно посмотреть, как она выглядит в максималке, можно пройти по ссылке ниже этого ролика, где есть ревью этого Buick в максималке. В максималке он на других дисках, есть бесключевой доступ, вентиляция сидений, подогрев руля, ну и еще там кое-какие плюшки. Ну и первый спорный элемент это задняя оптика, а конкретно ресничка эта хромовая над оптикой. Сама оптика светодиодная, в темноте она выглядит вот так вот. Обращаю внимание, что поворотники желтого цвета, но не светодиодные. Ну и главный косяк, на мой взгляд, это вот эти вот псевдорешеточки на капоте. Смотрятся убого, если честно. Глушители тоже не совсем доработаны, потому что видно обычную трубу сквозь эту стильную накладочку. Под капотом V-образная шестерка, объем 3,6 литра, мощность 303 лошади. По сравнению с тем, что стоялось на предыдущем Ulebu, мотор форсирован до 303 лошадей. И вылилось это в то, что он менее моментный на низах, но зато легко очень крутится. И на верхах он, конечно, повеселей. Моторный осет плотно скомпонован. Шумка, кстати, очень развитая у моторного щита. От салона развязан здорово по шумам. Мотор большой размера и довольно-таки тяжелый. Ощущается это прям. Двери открываются, закрываются. Четко, с таким звуком приятным, чмокающим. И ручка с приятным звуком работает. Ну, фиксация не очень четкая дверь есть. Это скорее для немцев больше характерно. И сама дверь такая толстенькая, солидная. Поверху пропущен ободок бархатный. В дождь он намокает, естественно. И зимой может примерзнуть в российских условиях. Ну, сами уплотнители тоже сделаны вполне достойно, качественно. Проем хорошо сохраняют и от грязи, и от шума. Все щели закрыты резиновыми уплотнителями везде. Все здорово. В сиденьях я расскажу подробнее. Оно оснащено электроприводом и отъезжает назад для удобства посадки и высадки. Но логика работы очень странная. Сиденье начинает подъезжать примерно через полторы секунды после открытия двери. То есть завязано не на замок зажигания, а на открытие двери. И, соответственно, отъезжает назад только после того, как откроешь дверь, а не как заглушишь машину. Логика, конечно, дурацкая. Причем срабатывает где-то в половине случаев правильно. Во второй половине оно либо подъезжает сразу после открытия двери, либо вообще не подъезжает. Меня это раздражает, если честно. Память тоже реализована довольно-таки своеобразно. Нужно держать нажатую кнопку, пока сиденье не встанет в заданное положение. В центральной консоли первое, за что цепляется взгляд, это за центральную шайбу. И как бы думается, что это громкость. На самом деле это не громкость, а селектор мультимедийной системы. И громкость и регулировка расположены по бокам маленькими крутилочками. Сам этот кругляш сделан немного косячно. Он немного люфтит, и у него нет ярко выраженного щелчка. Из-за чего в движении пользоваться не очень удобно. Хотя все обрезинено. Громкость тоже немножко люфтит. Есть голосовое управление. Но если весь этот блок попробовать покачать, то он немного поскрипывает. Причем на ходу, на кочках это иногда слышно. Мотор форсированный, поэтому довольно-таки крутильный, как видно по стрелкам тахометра. То есть он очень охотно крутится. И стоит, если притопить, он сразу отзывается таким ревом. Но при этом рев такой приглушенный. В салоне не напрягает ни на каких оборотах. То есть мотор, конечно, звучит изумительно. Кстати, если кто не в курсе, в Штатах разметка всегда слева желтая дорога, а справа белая. То есть даже если дорога с односторонним движением, то всегда можно понять, в какую сторону едешь. Это так, к слову. В салоне, кстати, тоже довольно-таки тихо. Не то что... Так. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...